Заниматься только профильной деятельностью. В окружной больнице, противотуберкулёзном диспансере и доме-интернате питание пациентов организовано по-новому. Теперь закупкой и приготовлением завтраков, обедов и ужинов занимается специализированная компания «Медфуд». Здоровое питание – быстрое выздоровление. Под таким девизом работают специалисты компании «Медфуд». Пациенты терапевтического отделения окружной больницы уверены, что эти слова с точностью отражают деятельность новой для нашего округа организации. Хорошо кормят, порции немаленькие, особенно в выходные дни, когда народу поменьше в отделении. Сейчас много стало разнообразия. Картошка, все прочее, фруктов много стало добавочное. Сосок очень много стало. Вечером много стали давать. Очень хорошо. С питанием намного лучше стало. Яблоки всё время дают, соки дают. Чай, сыр, масло – это всё время есть. В общем, я девушка не из меленьких, но мне хватает. Так что кормят неплохо, хорошо. Положительные изменения отмечают и сотрудники больницы. Очень улучшилось качество приготовления блюд. Меню стало разнообразнее. Даже если судить по тому, что раньше мы ведрами выливали отходы, теперь отходов практически нет. То есть больные вкусную пищу, вкусно приготовленную, съедают всю порцию до конца. Питание, которое получают пациенты в больнице, должно быть разнообразно и соответствовать по количеству питательных и минеральных веществ. Питание – это тоже лечение. И лечение очень важное, серьёзное. За качеством питания существует контроль в нашей больнице. Лечебное питание – это диетические столы. Лечебные столы в нашем учреждении все выдерживаются по колоражу, нормам. Это всё отслеживается. Разговоры о том, что приготовление питания нужно отдать специализированную организацию, шли давно. И вот с января этого года в трёх организациях региона эта деятельность отдана на аутсорсинг, то есть на обслуживание другой компании. Специализирующиеся в соответствующей области. Это позволяет не только убрать из обязанностей организации непрофильные виды деятельности, но и экономит бюджет. Ведь количество сотрудников, необходимое для исполнения этих задач, меньше. Так, раньше отдельные пищеблоки были в окружной больнице, противотуберкулёзном диспансере и доме-интернате для инвалидов и престарелых. Теперь кухня одна. Именно в этом помещении прежнем пищеблоки больницы теперь готовят на пациентов и постояльцев трёх учреждений. Уже отсюда питание раздаётся на каждое отделение или организацию. В диспансер и дом-интернат всё доставляется в специальных термосах. И уже на месте идёт раздача. Но скоро в привычном процессе произойдут кардинальные изменения. Там рассчитано то, что первое, это 500 грамм, вот здесь оно рассчитано, и в соответствии с нормами закладки и нормами этих в лечебном питании, то есть оно рассчитано первое, второе, третье, там салатик. Плюс к этому обязательно они получают сухой паёк. Сухой паёк, чай и сахар уже выдаются в специальных разовых наборах. Таких же, как мы получаем на борту самолёта. Скоро к такому сухпайку добавится порционное масло и джем. А вот получать питание в специальных ланчбоксах пациенты и постояльцы окружных организаций будут ещё не скоро. Должна произойти реконструкция самого пищеблока. Реконструкция подразумевает, полностью-полностью снимется все коммуникации. Это электрические, это и отопление, это подводка воды. Всё это будет полностью заменено. Полностью будет заменён весь ремонт, то есть это подразумевает даже не капитальный ремонт, это более глубокая реконструкция самого помещения. После грандиозной переделки питание будет выдаваться на каждого человека в специальных ланчбоксах. Они будут развозиться в термоконтейнерах, которые даже при минус 40 могут держать оптимальную температуру пищи. Пока на обслуживании медфута только три организации. Но в будущем на такое питание по аутсорсингу могут перейти и образовательные организации города.